добрый день уважаемые родители сегодня в нашей студии впервые в одиночестве присутствует папа это папа хана азиз муж лизы я думаю многие из вас его знают его видели прекрасно с ними знакомы и вот спасибо хан азиз он согласился на наш разговор и разговор у нас сегодня мужской компании сугубо он пойдет чисто мужской разговор такой может быть непростой мы поменим тему очень важную тему которая одну довольно часто всплывает и может быть даже к сожалению волнует и наших слушателей с мамой иногда скажем какие-то трагические какие-то неприятные черты принимает эта тема то есть о чем пойдет речь вы узнаете мне сейчас поймете чуть позже азиз скажи мне пожалуйста у вас же семья достаточно давно существует ну сравнение да сколько 7 лет уже 7 лет и вот вы поняли что у вас будет ребенок ну ребенка вы хотели как я понимаю вот то есть это ребенок желанный вот он рождается как бы да вот счастливая семья и вот в какой-то момент вы узнаете что он ну скажем не совсем обычный это я помню ли заговорила что это как бы вот вдруг но постепенно вот вы начинаете это осознавать и такой вопрос скажи мне вот твои ощущения твои чувства эмоции когда ты вот понял что да вот ребенок не совсем такой как вы ждали что требуется определенные усилия для того чтобы он был таки какие чувства что в тебе вот ощущалось в этот момент конечно расстроились как ли заговорила наверно то что это все постепенно происходило то есть ханта физически он нормально развивался только мы не могли понять почему он делает такие вещи и некоторые почему и с другой стороны мы думали что все нормально что это пройдет что это просто привычки плохие это все постепенно приходило потом когда это все накапливалось уже в определенный момент мы просто посещали каких-то специалистов с ну как чтобы нам диагноз поставили куда чтобы они свое заключение нам дали ну вот да как специалист вот сказали туда вот у вас ребенок вот такой вот аутизм как бы ну на тот момент это может быть прозвучало как какой-то определенный приговор и вот твои ощущения вот мысли скажем зачем мне все это надо нет чем все будет появлялись такие мысль такого не было а какое было что делать просто что для для себя что делать запрос все просто есть ситуация надо ее решать просто и для тебя было важно что ты вот что это твоя семья и что она нуждается твоей помощью до этого я не просто так это спрашиваю дело в том что довольно часто и в чате у нас к нам обращаются таким может быть даже не сколько там скажем до помощи сколько вот ситуации когда папы ну или мой опыт работы с семьи больных детей мегалетний показывает что очень часто ради отцы не выдерживают ситуации смотрите ведь маму с ребенком как бы все время давид лиза тоже занималась охранным гораздо больше ты на работе выматываешься усталый приходишь она бы как бы не для тебя вот и как ты воспринимал это всегда ли все было гладко всегда ли все вот выдерживало это далеко вот вот расскажи как как было и как у с этим справлялись справлялись мы с этим наверное разговорами то есть то есть были такие моменты когда я тоже наверно уходил от этой темы но скажу честно что лиза она как меня дату в допутывал от я прихожу ночью с работы мы бывало вот по два по три часа разговариваем на эту тему как бы высказываем друг другу свои недовольства и свои чувства наверно то есть ситуация откровенные давить можно расскажем сказать отчет ко мне пристала отстань я устал и пошел спать жена думать вот и до чего ему ничего не интересны и так далее и так далее и все как бы пошел круги в разные стороны как было у вас наверное я тоже проявлял такие ну то есть убегал мягко говоря да но не пацан но это было подсознательно это не намеренно было дело то есть я к этому постепенно приходил и понимал что я делаю неправильно те или иные вещи а вот ну как мы вернемся а вот понимал каким образом вот что в этот момент возникал у тебя в голове на предмет того что можно же подумать скажем а вот еще я там посижу один там все вот пусть она как хочет в конце концов я там деньги зарабатываю все а можно подумать о другом можно подумать о том что вот любимая женщина одна вот она как бы с ребенком вот она тоже устает и так далее вот как какие мысли как приходили и какой последовательности пути как лиза ну на это реагировал когда уходил я никуда не уходила эмоционально понятно что ты не уходил хлопну дверь я не об этом но уходил когда-то от контакта но это на самом деле не часто так было чтоб я там уходил куда-то от контакта я всегда открыты для этого но если а было такое что просто до издерживал физически физически ну в смысле вот приходишь его устала а тут еще вот жена своим корабле но у нас может быть ситуация не такая прям тяжелая потому что ахану все-таки как вы уже знаете у него не такая тяжелая форма поэтому с ним наверно по сравнению с другими детьми было попроще я как убегал от разговоров я таких не убегал прям чтобы да конечно когда я сильно уставал и лиза не в настроении потому что уже у женщин тоже как бы свои тараканы бывают такие неадекватные вещи которые приходилось ей ну то есть которые она на тебя выливала да выливала на меня и вот как смотри здесь же можно сказать ах ты такая и в ответ и так далее нет было такое конечно было такое были и ругательства и постоянно и тем не менее вы сохранили как вы находили просто проблема проблема то в том что я не не до конца понимал вообще как вам сказать женскую логику допустим и просто и были не такие несостыковки которые я вообще не понимал лизу что она от меня хочет тем не менее вы продолжали испытывать другу определенные чувства конечно это это обязательно надо это наш ребенок это наша семья и надо ее сохранить у нас были общие цели это самое главное у меня не было цели допустим как вам сказать ну наверное как вам сказать у нас интересы одинаковые то есть это построить крепкую семью воспитать ребенка вот скажи мне а как ахан реагировал на ваши разногласия скажем на ваши чувства он был свидетелем ну наверное все таки это не совпадение но после таких сильных ссор ахан болел то есть он воспринимал воспринимал да а вы понимали что что это что он болеет после ваших ссор да и особенно после слов давида мы до давида это не понимали после давида мы это поняли и что то изменилось конечно мы уже начали отходить ну то есть ахана в другое место то есть в другой комнате продолжали ссориться только без ахана да ну я убегал конечно от лизы но лизы все равно было как бы где ахан находится я объясняю что нет ну перед аханом не надо это делать отойдем поговорим спокойно и все таки вы старались разговаривать с друг другом и старались ну как бы снять противоречия именно вот общаясь да выясняя и скажи мне а насколько вы с друг другом могли быть откровенны до конца и вот эта откровенность она скорее всего и снимала эти моменты потому что не не было ощущения недосказанности да не было наверное ощущение того что кто то что то за пазухой держит вот это очень важно потому что довольно часто сталкиваешься с тем что муж и жена даже которые ну вот друг друга любят вы же любите друг друга следы правильно вот что они не могут друг с другом говорить они не откровенны они как бы не задумываются о том что супруг или супруга способны их понять до конца вот как ваши отношения в этом складываются именно в том что я поясню еще раз что вот как бы твои ощущения что Лиза тебя во всем понимает да есть такое ощущение да и соответственно у нее есть ощущение что ты понимаешь или по крайней мере стараешься понимать ее всегда да скажи мне было такое что ты вот скажем думаешь что вот она что-то не договаривает или она что-то вот как-то тебя ну не то что обманывает а вот что-то скрывает от тебя что-то тебя тревожит по этому поводу нет такого не было то есть вы всегда изначально друг другу доверяете да во всем да вот как раз вот этот момент очень важный вот я к чему призываю мы приходим в нашем разговоре это то что откровенность между людьми откровенность между супругами она цементирует вот что интересно что как только скажем вот напряжение в семье начинает спадать на это реагирует ребенок да даже если ссоры происходит без него то есть если вот напрямую ссоритесь все равно это ощущение напряжения она витает вот скажи пожалуйста вот скажем ну вот ты говорил да что был период когда вы вот ссоре период прошел ну да а вот процентов на 90 наверное вот ну понятно жизнь всякая тут все может быть иногда там какие-то бытовые проблемы не об этом речь речь идет о принципиальных моментах скажем момент вот сохранение семьи то есть а вот все-таки как ну вот как мужчина как кормилец как глава семьи тем более вы представители востока так скажем да скажи мне вот это ощущение что ты вот понял что не нужно вот этих вот внутренних каких-то разборок и так далее вот когда ты понял ты помнишь момент когда вот скажем ситуация такая осозналась что не надо этого нужно просто поговорить успокоиться что было механизм наверное это у меня всегда чувство было вообще человек не конфликт но тем не менее конфликты были какой-то конфликты были конечно я же говорю это все построено наверное на том что я не до конца понимал ее ее логику то есть ее какие-то внутренние переживания она выливала на бытовых проблемах а теперь разобрался что да конечно женскую логику надо ее не надо разбирать надо просто промолчать и нужно стерпеть все что я хочу чтобы ты как бы мужчинам папам вот которые оказались такой ну это сложная ситуация для мужчин я понимаю потому что контакт внутренний контакт матери ребенка ближе мать как бы вот она в ребенке отец как бы чуть-чуть ну не то что в стороне а как бы вот надо этой ситуации ему тяжелее вот что бы ты посоветовал что бы ты сказал вот папам которые оказались в такой ситуации наверное ко всем одинаково я могу сказать ну скажи по отношению к женщинам и к мужчинам то что проблема общая семья общая все общее просто 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 взаимопонимание нужно и все любить ребенка одинаково не делить не только ребенок не делить обязанности между собой все должны вместе делать я думаю так ну и вот как бы обобщая того то что мы говорили все таки вот не должно быть недосказанности семьи то есть вот эта откровенность нет запретных тем нет каких-то моментов которые мы не там скрываем или не договариваем это разъединяет конечно да между собой надо откровенными быть а по отношению к другим людям какие-то вещи нужно все-таки скрывать это же все-таки семья ну понятно да мы сейчас о семье говорим конечно просто я как бы поверхностно говорю для того чтобы Аркадий хочет раскрыть эту тему а я пытаюсь как бы в той да в как вам сказать объяснить объяснить по максимуму это но не раскрывая как бы наши личные проблемы нет я не говорю о ваших личных я говорю именно о том вот как чтобы ты вот посоветовал вот то что прозвучало папам прежде всего это вот откровенность это любовь это чувство ну скажем вот такое единство в семье и тогда когда вот все вся семья вместе пытается вот и участвовать в процессе лечения ребенка к этому в этом приходит просто если если идеология правильная семейная семейная идеология да когда человек понимает что есть проблема надо ее решать это как бы испытания нам даны свыше чтобы мы разобрались с нашими минусами и двигались вперед когда люди к этому приходят когда люди это понимают до конца наверное тогда наступает тот момент когда отношения налаживаются да и вообще все налаживается ну вот на этой радостной носе мы закончим наше интервью спасибо первую часть да спасибо здесь что вот все-таки вышел на какую-то откровенность я вытягивал из себя это но все-таки в конечном итоге да вот это получилось я надеюсь что твои рекомендации будут полезны и мамам и папам и они вот ну способствует укреплению семьи в конечном итоге излечению детей и мы с вами прощаемся еще раз спасибо всем до свидания и счастья и здоровья